Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Испирь». И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. «Когда Мардахей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, истребляется народ ни в чем не повинный, и дошел до царских ворот и остановился, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище и с пеплом. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище, и пепел служили постелью для многих». Я напоминаю, эта книга начинается восклицанием «Вай-Хи», которая указывает на абсолютно стесненные обстоятельства во время несчастья, когда люди буквально задыхаются от трагизма ситуации. Мы видим, что Мардахей, он понял как бы всю опасность, пур, то есть жребий был уже брошен, день был назначен, уничтожение всего Божьего народа. И что же ему теперь делать? Возможно, те люди, которые назначали этот месяц, этот день, когда они будут уничтожать всех евреев, они хотели это скрыть от евреев, чтобы нападение на них было внезапным, но те как бы в каждом случае узнавали. Возможно, это связано с тем, что сами люди, которые получали такие преступные приказы, они рассказывали об этом евреям. Конечно, возникает вопрос, а уничтожать их должны были их соседи, скажем так? А что им за это пообещали? Им за это пообещали, что они потом заберут имущество евреев себе. Здесь была возможность вот так безнаказанно пограбить. «И пришли служанки Исфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица». Похоже, что Исфирь окружила себя служанками из числа еврейского народа. «И послала одежды, чтобы Мордахей надел их и снял с себя в ретище свое, но он не принял». Исфирь пытается как царица успокоить Мордахея. «Тогда позвала Исфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мордахею узнать, что это и от чего это». Возможно, что служанки рассказали о смятении Мордахея, но могли не рассказать о самом событии, или они рассказали и о смятении, и о событии, но надо было узнать какие-то детали. «И пошел Гафах к Мордахею на городскую площадь, которая перед царскими вратами, и рассказал ему Мордахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман, отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их». То есть истребить-то дьявол хочет не иудеев, что ему иудеев? С иудеев тоже, среди иудеев и грешников хватало. «Серебро это отвешивается, чтобы истребить одного Христа, как и Юда за сребренники предал Спасителя». Здесь опять вот этот холодный блеск серебра. «И рассказал ему Мордахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их, и вручил ему список с указом, обнароданного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Исфири и дать ей знать обо всем, притом наказал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. Вспомнив дни смирения своего, когда она воспитывалась под рукою моею, потому что Аман, второй по царе, осудил нас на смерть, чтобы призвала Господа и сказала нас царю, да избавит нас от смерти. То есть вот Мордахей передал буквально такие слова. «И пришел Гафах и пересказал Исфири слова Мордахея, и сказала Исфирь Гафаху, и послала его сказать Мордахею, все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть». То есть Мордахей требует от нее, чтобы она пошла к царю и начала его умолять. А Исфирь объясняет через своего человека, что к царю нельзя вот так просто взять и пойти, если царь не позовет, а если кто-то приходит без приглашения царя, тому смерть. «Только тот, кому прострет царь свой золотой скипедр, останется жив, а я, не звона к царю, вот уже тридцать дней». О чем это? Давайте вспомним, что когда собирали хромых, кривых, убогих, и ими наполнился мессианский пир, один пришел в небрачной одежде. И он был выброшен вон во тьму кромешную, где плащ и скрежет зубов. То есть нельзя прийти ко Христу, если Христос тебя не призовет. Как и Августин учит, и Амбросий Медиаланский, не пытайся найти Христа, пока он сам тебя не найдет и не позовет. И пересказали Мардахею слова Исфири, и сказал Мардахей в ответ Исфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнет. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». А теперь смотрите, друзья, это очень важно. Значит, царь символизирует собой Христа, Аман символизирует дьявола, Мардахей символизирует собой апостольскую проповедь и ревность, Исфирь – это символ церкви, а народ, за который Исфирь должна хлопотать, это символ всех людей, живущих на земле, за которых церковь молится перед Богом. И если конец света отдвигается, то только потому, что в этом мире есть церковь, которая молится перед Богом за всех людей, живущих на земле. И сказала Исфирь в ответ Мардахею, «Пойди, собери всех иудеев». Мардахей – это апостольская проповедь, «Пойди, собери всех иудеев, идите, проповедуйте всем племенам, народам и языкам». Церковь отправляет на проповедь. И сказала Исфирь в ответ Мардахею, «Пойди и собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, если погибнуть, погибну, и пошел Мардахей и сделал, как приказала ему Исфирь». Дальше по тексту Септуагинты здесь даются две больших молитвы. Молитва Мардахея, молитва Исфири – это такие значительно большие тексты, самостоятельно, их можно будет прочитать каждому желающему. Но эти молитвы, они указывают на то, что никакое дело нельзя начинать именно без советования с Богом. А молитва – это и есть такое советование перед Богом, когда мы обращаемся к Нему и просим Его, чтобы Он подсказал нам, как нам действовать в той или иной сложной реальности. И вот о силе молитвы в свое время писал Ориген, это его трактат о молитве, и он писал, «Какая нужда перечислять тех, кто через подобающую молитву стяжал великие милости от Бога, ведь каждый может сам прочитать множество примеров из Писания. Ибо Анна посодействовала рождению Самуила, сопоставимому с Моисеем, поскольку, будучи неплодной, с верой молилась ко Господу. И Зыкия, будучи еще бездетным, узнав от Исаии, что умрет, помолился и был принят в родословие Спасителя. И когда одним повелением коварного Амана народу израильскому уже предстояло погибнуть, была услышана молитва с постом Мардахея и Исфири, породившая в добавление к праздникам, установленным Моисеем, и Мардахеев день — веселье для народа. Мардахеев день — а так Ориген называет праздник Пурим. Конечно, совершенно очевидно, что для Исфирь вот эта молитвенная подготовка с постом, чтобы пойти к царю, это был очень важный момент. И Климент Римский, это первое послание Коринфянам, он писал, Климент Римский, святитель, папа Римский, «Многие женщины, укрепленные благодатью Божией, совершили много мужественных дел. Блаженная Иудив во время осады города испросила позволение у старейшин пойти в стан иноплеменников, и она пошла, подвергнув себя опасности из любви к своему Отечеству и осажденному народу, и Господь предал Алаферна в руки женщины. Не меньше опасности подвергла себя и совершенная вере Исфирь, дабы избавить от предстоящей погибели двенадцать колен израилевых. Ибо в посте и смирении она умоляла всевидящего владыку Бога веков, который, видя смирение ее души, избавил народ ради блага, которого она подвергла себя опасности». Действительно, братья и сестры без молитвы, без поста и без мужества, потому что молитва предполагает некий элемент мужества, потому что мы обращаемся к Богу. А Исфирь готовится к встрече с царем, хотя она понимает, что сначала царь должен ее пригласить, и тогда она придет. Кстати, именно так было во взаимоотношении между Богом и Его пророками, и человек не мог просто предстать пред Богом, если Господь его не призывал. И это считалось крайней формой нечестия. А когда Господь вайкра, то есть возвал, тогда пророк приходил и отвечал. Но здесь была экстренная ситуация, очень сложная, и она не могла ждать, когда царь пригласит ее к себе, потому что была угроза полного уничтожения народа Божия, целиком, от ребенка до старца, и Исфирь готовилась к этой важной и ответственной встрече. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok